Здравствуйте, друзья! С вами снова бодрый и активный 53-летний Макс Погорелый и программа Обман веществ, в которой мы с вами с научной точки зрения развеиваем различные фейки и мифы о питании. И сегодня мы с вами поговорим о темной стороне кофе. Это первая программа из этой серии, потому что о светлой стороне кофе, то есть о его пользе, сейчас не пишет только ленивый. В последние годы появилось колоссальное количество исследований о пользе кофе. И это действительно так. Кстати, если вы хотите, чтобы я снял несколько видео о том, в каких аспектах здоровье кофе действительно помогает, ставьте плюсик и пишите «Польза кофе». Однако, за этой пользой люди очень часто забывают, что кофе не водичка. И кофе может вызывать вред, если вы употребляете его неправильно, в неправильное время и в неправильных количествах, а также с неправильными целями. И поэтому сегодня мы с вами поговорим о кофе как об энергетике. То есть о том, действительно ли кофе повышает вашу энергию. Если нет, то как сделать так, чтобы он не истощал ваши силы, а повышал энергию. И о том, немножко является ли кофе в действительности наркотиком. Потому что это важная часть темы «Кофе и энергия». Вся информация, как всегда, у нас научно обоснована. На номер каждого исследования, на которое я ссылаюсь, будет стоять на соответствующем слайде. Список исследований в конце видео. И вы сможете скачать этот список в прикрепленном комментарии к этому видео. А если вы жаждете ежедневно получать небольшую рассылочку о последних исследованиях, то подписывайтесь на мой новый телеграм-канал. Там я даю каждый день какие-нибудь новые интересные научные сведения о питании и здоровье. И очень важная вещь. Спонсор нашей программы это кофе. Офигушки, нет у нас спонсоров. Мы даем научно обоснованную информацию. И никогда не впихиваем, не втюхиваем вам никаких бадов, добавок и остальных продуктов. Я даю вам информацию и если продаю что-то, то это курсы, которые состоят из той же информации. Или информация о том, как вам правильно сбалансировать ваш рацион, для того, чтобы вы всегда были здоровы, бодры и энергичны, как я. Создание такой информации требует колоссального количества времени. Вы видите, сколько научных исследований я использую. Оно требует больших сил и оно требует, к сожалению, и денег. Потому что у нас работает доктор и несколько человек, которые позволяют делать эти видео и поддерживать наш канал и сайт в наилучшем состоянии. Поэтому я очень благодарен нашим донаторам на патреоне, благодаря им, а также людям, которые заказывают курсы и рационы. Я могу выпускать эти видео в максимально объективном формате. А если вы хотите поддержать наш канал, то есть сделать так, чтобы наша информация всегда оставалась не коммерческой, а максимально научно-объективной, то вы можете пожертвовать небольшую денежку прямо у нас на сайте. Я сделал специальную страничку. Так вы не только поддержите наш канал, но и получите небольшие, но очень приятные подарочки. Все они перечислены у нас на сайте. Если вы хотите, заходите, будем признательны вам за донацию. А мы с вами возвращаемся к кофе и энергии. Если энергия из вас утекает, значит вы делаете что-то неправильно. И мой опыт и опыт моих клиентов показывает, что можно оставаться одинаково бодрым, энергичным и физически активным в любом возрасте. Я в мои 53 года гораздо активнее и спортивнее, чем был в 33. Поэтому, если вам не хватает энергии, если вы зависимы от кофе или других энергетиков, то это можно поправить. Специально для людей, которым необходимо добавить энергии, я стартую 5 мая 2021 года. Марафон Добавь себе энергии. За две недели я дам вам всю необходимую информацию, как изменить ваше питание, образ жизни, образ мысли местами, для того, чтобы вы получили максимальный приток энергии и смогли соскочить с кофейной иглы. Ведь о том, является ли кофе наркотиком, мы узнаем сегодня. Вся информация о Марафоне в прикрепленном комментарии к этому видео. А мы наконец возвращаемся к кофе и кофеину. Да, кофеин действительно повышает эффективность и умственной работы, и физических упражнений. И это очень ценно. Однако, добавляет ли кофе энергии, как нам твердит многочисленная реклама? Чтобы узнать это, ученые использовали сначала крыс. Они разделили крыс на 4 группы. Первой группе вообще не давали никакого кофеина, а 3 другие получали различное количество кофеина вместе с питьевой водой. Ученые поили крыс водой с различным количеством кофеина или без кофеина в течение всего-навсего одной недели. А затем они поместили крыс в колесо и измеряли их двигательную активность. То есть, сколько крысы бегают, сколько отдыхают. Причем измеряли не просто так. Они давали крысам различное количество кофеина. И оказалось, что чем больше кофеина до разумного предела получали крысы, тем больше увеличивалась их двигательная активность. Что абсолютно сообразуется с идеей о том, что кофеин помогает нам при физических нагрузках. Первая группа крыс в графе, которую вы видите, это группа крыс без кофеина. Дали кофеин, стали двигаться активнее. А вот те группы крыс, которые всего-навсего неделю получали кофеин, реагировали на кофеин совершенно по-другому. Их двигательная активность, во-первых, и это крайне важно, была в 3 раза ниже, чем двигательная активность крыс, которые кофеин не получали вообще. Добавление кофеина в разных количествах увеличивало двигательную активность этих крыс, но тоже гораздо слабее, чем у крыс, которые кофеина не получали. Что это значит? А значит это то, что крысы за неделю кофе питья израсходовали свою энергию и к тесту пришли со сниженным уровнем энергии, который повышался, когда им давали кофе, но не настолько, насколько повышался уровень энергии у крыс кофеина или кофе не пивших. То есть у крыс кофе энергию не добавляет. А что же люди? А о людях мы с вами поговорим чуточку попозже. Кофе истощает силы организма. Чтобы понять, почему это происходит, мы с вами выясним, каким образом кофеин вообще влияет на кофе. И узнав это, мы сможем с вами найти противоядие. То есть понять, как пить кофе, который полезен, но при этом не терять силы, а наоборот добавлять себе энергии и физической, и умственной. Наш мозг, в отличие часто от нас самих, заботится о том, чтобы мы с вами слишком сильно не уставали. Потому что слишком сильная усталость чревата перенагрузкой и нарушением нормальной работы организма. Поэтому, когда мозг чувствует, что мы устали, он выделяет специальный нейротрансмиттер, который называется аденозин. Аденозин присоединяется к специальным рецепторам в мозге и посылает всему телу сигнал усталости и расслабления. И человек или животное, получив этот сигнал, прекращают деятельность, двигательную активность, умственную активность и отдыхают или засыпают. То есть аденозин является своеобразным предохранителем от перегрузок. И тут появляется кофеин, который, как оказалось, имеет очень схожую с аденозином структуру. И поэтому кофеин хитро заменяет аденозин в этих рецепторах и мешает аденозину к рецепторам присоединиться. Соответственно, мозг вырабатывает аденозин, однако сигнал расслабления и усталости к организму не поступает. Таким образом, кофе просто-напросто блокирует сигнал усталости и мы, вместо того, чтобы почувствовать усталость и отдохнуть, снижаем вот это ощущение усталости, бодримся и активно работаем еще какое-то время. Вот как это выглядит на графике. Мы трудимся, усталость нарастает и когда она достигает какого-то пика, организм вырабатывает аденозин и мы отдыхаем. Но, если мы с вами выпили кофе, то кофе как бы снижает ощущение усталости, но перетруженность и усталость никуда не исчезают. То есть, кофе не добавляет нам энергии, чтобы не твердила нам назойливая реклама. Не добавляя энергии, кофе просто-напросто блокирует сигнал расслабления и усталости, который мозг посылает всем органам тела и себе в том числе. То есть, кофе отключает предохранительный механизм, цель которого следить, чтобы мы с вами не слишком уставали. Кофе взламывает аденозиновую защиту мозга и этим, к сожалению, сильно увеличивает риск выгорания. Однако, возразите вы мне, исследование делалось на крысах, а люди-то не крысы? Да, люди не крысы, к большому моему сожалению. Дело в том, что люди, в отличие от крыс, не могут показать средний палец на правой передней лапке исследователю и перестать двигаться. Люди вынуждены держать постоянно высокий темп на работе. И именно поэтому неудивительно, что люди точно так же, как и крысы, выгорают. То есть, приходят к следующему после кофе дню со сниженным уровнем энергии. Это и показал большой мета-обзор целых 41 исследования, в котором исследовалось влияние кофе и энергетических напитков с кофеином на концентрированность, работоспособность и настроение. Да, кофе и кофеиновые напитки улучшали и работоспособность, и концентрированность, и настроение на несколько часов. Но на следующий день участники сообщали о том, что они чувствовали более сильную усталость, чем обычно. Это как раз то, что мы с вами видим по группе крыс, которые получали кофеин. Их двигательная активность через неделю кофеина была ниже, чем у тех крыс, которые кофеина не получали. Однако многие из нас вообще не представляют себе жизни без кофеина. Кстати, о наркотических свойствах кофеина мы с вами поговорим в конце этого видео. А сейчас мы узнаем с вами о том, это будет первый лайфхак, следующий будет в других видео, как именно пить кофе безопасно и почему именно в частности кофе истощает нашу энергию. И поскольку спонсоров кофе и прочих у нас нет, то мы будем благодарны вам за любую поддержку. Ваши лайки, ваши подписки. И если вы делитесь нашими видео с друзьями, помогают ютубу понять, что вам интересна научно обоснованная информация и поддерживают наш канал. А также, если мы вам нравимся, то вы можете выразить нам свою симпатию, пожертвовав небольшую денежку от 5, 15 и до 50 долларов по желанию прямо у нас на сайте. Ссылка на сайт в прикрепленном комментарии к этому видео. А мы снова с вами возвращаемся к кофе и сну. Дело в том, что отрицательное влияние кофе на сон и объясняет в очень большой степени то, почему кофе истощает силы у большинства людей. И мы сможем понять, поняв каким образом пить кофе, чтобы не нарушать сон, как нам не истощать наши силы и не тратить энергию, а использовать максимально полезный потенциал кофе. Если вы выпили обычную чашечку эспрессо в 7 утра, то кофеин в вашей слюне, то есть в вашем организме, будет обнаруживаться через целых 16 часов после единственной чашечки кофе. Понятно, что концентрация кофе у вас в крови будет падать, соответственно, кофе будет меньше занимать аденозиновые рецепторы и ваша усталость будет к вам возвращаться. И поэтому очень многие повторяют утреннюю чашечку кофе где-нибудь в обед. Но, как показывают исследования, даже если вы перестанете пить кофе за целых 6 часов до сна, то это все равно может сократить время вашего сна на целый час за счет увеличения времени засыпания, просыпаний и менее глубокого сна. Да-да, кофе снижает качество вашего сна, потому что после кофейного марафона, как показывают исследования в мозге, не увеличивается медленно волновая активность, которая как раз и обеспечивает глубокий сон без сновидений. То есть дает тот самый сон, когда организм действительно восстанавливается и отдыхает. Именно поэтому истощенный кофе человек не может заснуть глубоко и у него постоянно не хватает сил и он постоянно вынужден подстегивать себя кофе утром, в обед, а иногда и вечером. Но есть еще более интересный аспект кофе. Дело в том, что потребление кофеина за срок менее 6 часов до отхода ко сну замедляет ваши биологические часы, циркадный ритм. Эта задержка сдвигает время засыпания, то есть тогда, когда вы хотите и можете уснуть, на более позднее время. То есть, когда вы пьете кофе, вы становитесь все больше и больше совой. Многие, правда, считают, что быть совой это быть собой, но поверьте, это совершенно не так. Совами являются не более четверти всего населения. Около 17% это жаворонки, все остальные это так называемые голуби, для которых просыпаться не очень рано утром, но и не слишком поздно в обед. Это нормальное состояние. И именно эти люди и переучиваются, они становятся псевдосовыми и истощают свой организм поздними засыпаниями и ранними вставаниями. Потому что большинству на самом деле, как бы поздно они не заснули, на работу нужно просыпаться достаточно рано. А кофе, как показало другое исследование, действительно сдвигает наши внутренние часы на более позднее время. Если вы пили кофе за 6-8 часов до сна, то кофеин сдвигает внутренние часы на целых 40 минут. И это, между прочим, гораздо больше, чем сдвигает яркий свет вечера. То есть вывод прост. Если вы пьете кофе, то вам хочется заснуть позже, и вы спите гораздо хуже, чем если бы вы не пили кофе в неправильное время и с неправильными целями. В результате вы попадаете в замкнутый круг. Сначала вы пьете кофе, потому что вы не можете утром проснуться, приползаете на бровях на кухню и заглатываете первую чашечку. Затем в течение дня вы упиваете слишком много кофе, чтобы уснуть. Потом вы не засыпаете тогда, когда организму требуется. Не можете выспаться и проснувшись, не можете проснуться. И круг замыкается и продолжается всю жизнь, истощая ваши силы, изматывая вас и потихоньку нарушая и ваше здоровье, и ухудшая вашу энергичность и продуктивность. И что очень неприятно, многим для того, чтобы поддержать тот привычный уровень активности, который им нужен для того, чтобы оправдывать свое существование, многие вынуждены все время повышать количество кофеина, потому что привыкший к кофеину организм перестает на него реагировать. Но потребление слишком большого количества кофе, как говорят ученые, может вызывать нервозность, беспокойство, учащенное сердцебиение, повышение давления и даже обострение панических атак. Так в чем же дело, скажете вы? Значит, надо перетерпеть ломку и бросить пить кофе и снова вернуться к нормальной жизни. Однако это, к сожалению, совершенно не просто. Почему же так трудно бросить пить кофе? Давайте разберемся. Дело в том, что когда кофе блокирует аденозин в рецепторах, он еще и помогает другим нейротрансмиттерам работать на нашу бодрость и на наше удовольствие. Дело в том, что аденозин блокирует присоединение норадреналина и дофаминок их рецепторам. То есть организм не может получить ни всплеска небольшого стресса и энергии от этого, ни всплеска удовольствия. А кофеин не блокирует присоединение дофамина к его рецепторам. И поэтому человек, выпивший кофе, еще и испытывает всплеск удовольствия. Но это помимо всех остальных удовольствий, которые он обычно получает с кофе. Или там сигаретку или конфетку. Поэтому кофе включает еще и тот кайф, которого так часто не хватает усталому человеку. У нас у всех маловато удовольствия. И выпивание чашечки кофе это одно из немногих удовольствий за день. И именно, и в частности, поэтому от кофе и возникает зависимость. А вторая причина того, почему от кофе возникает зависимость, состоит в том, что утомленный кофемозг увеличивает количество аденозиновых рецепторов. Так он пытается создать новые рабочие места для того аденозина, который он выделяет, с целью увеличить нашу усталость. И заблокировать избыточную активность, которая, как мы уже знаем, грозит выгоранием и истощает организм. И при отказе от кофе, как вы понимаете, у аденозина освобождаются свободные места. И соответственно, тот всплеск усталости, который мы чувствуем, когда бросаем пить кофе и не получаем другого кофеина, он существенно превышает тот, который бы мы чувствовали в обычном состоянии. Именно поэтому, в частности, так трудно бросить пить кофе. Мы какое-то время чувствуем себя абсолютно неработоспособными, если мы к нему привыкли. Так является ли кофе действительно наркотиком и насколько сильна зависимость от кофе? Ученые сделали исследование, и я его нашел. И это исследование меня, честно говоря, крайне удивило. Дело в том, что потенциал возникновения зависимости от кофе оказался абсолютно равным такому же потенциалу возникновения зависимости от марихуаны. При этом кофе был гораздо большим наркотиком, то есть вызывал большую зависимость, чем ЛСД и кетамин. Но при этом он был меньшим наркотиком, чем алкоголь и гораздо меньшим наркотиком, чем никотин. Но до героина кофе, конечно, очень далеко. Соответственно, мы с вами можем сделать правильный вывод. Кофе это слабый наркотик, от которого можно отказаться. Подгонять себя кофе вместо того, чтобы вести правильный образ жизни, который обеспечивает нам достаточное количество энергии, это путь в никуда. И для того, чтобы кофе перестал истощать ваши силы, нужно провести целый комплекс ремонтных мероприятий и изменить образ питания и жизни. А именно, нужно соскочить с кофейной иглы, восстановить ваш сон, чтобы организм отдыхал, повысить активность и энергичность организма не кофейными методами, а их много и они действительно позволяют вам дать больше энергии. И уже потом использовать кофе в качестве поддержки, а не кнута. И вот тогда организму, который полон энергии и сил, кофе будет давать дополнительную энергию в те моменты, когда это нужно. А также обеспечивать всю ту громадную пользу, которую кофе на самом деле приносит для здоровья. Кстати, если хотите, чтобы я снял ролики о пользе кофе, ставьте, пожалуйста, плюсик в комментариях и пишите польза. Я буду знать, что эта тема интересна и сниму видео. То есть для того, чтобы кофе ваши силы не истощал, а повышал энергичность, нужно первым делом соскочить с кофейной иглы. Как это сделать, я расскажу в следующем видео, если это вам интересно. Ставим плюсики, пишем, как соскочить с иглы. А о том, как вернуть себе энергию не кофейными способами и поддерживать высокий уровень, как физической, так и интеллектуальной энергичности, в любом возрасте я рассказываю в тренинге «Верни себе энергию». Тренинг пройдет с 5 по 18 мая 2021 года. Чтобы узнать все подробности или принять участие, проходите по ссылке, которую вы видите сейчас на экране. Это мой сайт. Или пишите мне в любом из мессенджеров по номеру телефона, который вы видите сейчас на экране. И я помогу вам зарегистрироваться или отвечу на все ваши вопросы. Если вы смотрите видео после того, как тренинг уже прошел, не расстраивайтесь. Дело в том, что я выложу все материалы тренинга в качестве отдельного курса. И вы тоже сможете найти его на сайте. Не нашли? Пишите мне. Я помогу, как это сделать. И еще раз поблагодарю наших донаторов и тех, кто заказывает курсы и рационы. Вы помогаете нам быть объективными, беспристрастными и независимыми. Больше научно обоснованной информации на нашем телеграм-канале. Там каждый день я публикую что-нибудь научненькое и интересненькое. И если мы вам понравились, то, пожалуйста, поддержите канал лайком. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео и другими видео. Их у нас очень много с друзьями. Это поможет Ютубу понять, что мы вам интересны. И вы будете получать больше такой информации. Сейчас вы видите список научных исследований, которые я использовал для создания этого видео. Скачать вы их можете по специальной ссылке в прикрепленном комментарии к этому видео. А я прощаюсь с вами и иду писать статьи и делать новые видео, выпив иногда чашечку кофе. Не скажу какого. С вами был Макс Погорелый, программа Обман Веществ. До новых встреч!